сегодняшние гости программы правда 24 любит повторять что фильм чучело это на самом деле про нее поскольку я видимо являюсь единственным человеком который этот фильм не видел я сейчас постараюсь выяснить наши гости что это такое евгения крек для нас в гостях приветствую вас евгения прежде чем про чучело поговорить я хочу поблагодарить вас что вы все-таки дошли до студии мне администратор сказал что вы попали в дтп прямо на подъезде я не в дтп попала я попала в сложную ситуацию такая абсолютно мне кажется могла произойти только в россии я въехала не в тот шлагбаум и с одной стороны меня кричал охранник какого черта ты здесь стоишь и сюда приехала сзади меня 20 машин которые меня кричат раскорячилась дура а впереди был демонтаж здание на меня свалилась деревяшка поцарапав мне мою любимую машину вот и вот так вот началось мое утро прекрасная русская каска есть нет вы не застрахованы а потому что я уже со стажем водитель я как-то подумала что мне это не надо деревяшек найти никто не застрахован никакой стаж понимаете в россии ни от чего не может быть что так красиво жень вы не ездили на востоке вы не ездили в таиланде точно в индии и даже в эмиратах вот я вам советую как водитель со стажем попробовать проехаться там тогда вам покажется что у нас вообще идеальные совершенно дороги высочайший уровень вежливости водителей так что все относительно это и к тому что все относительно хотя бы конечно чек по происхождению европейские делись в риге корни у вас литовские до отчасти крэк ну отчасти это же как мы с вами выяснили это ласточка до ласточка переводится литовского ласточка да и в честь вас даже названы конфеты вы пробовали да да конечно я их люблю вообще сладкое любите да вот это с ваш с вашей фигурой с вашими параметрами очень сложно представить что у меня даже есть в москве любимая кондитерская и не будем не будем честно сказать что я там даже заказываю себе какие-то предпочтения мне это приготавливают я после съемок иногда себя балую вы в одном из интервью сказали что в 20 лет выглядели на 12 вас это психотравмировала потому что вы уже готовы были романтическим романтическим до встречи вас не воспринимали всерьез сейчас вы же понимаете что это преимущество прошло 10 лет сейчас конечно сейчас даже знаете ли сигареты не продают без паспорта и я говорю спасибо спасибо большое какие еще у вас есть вредные пригласить их очень много я так много работаю мне кажется так много что да 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 что должен быть баланс хорошего и нехорошего так давайте про нехорошее про меня фильм чучело я правда не видел этого фильм даже не знаю в чем фабула вот вы просто несколько раз в разных разных интервью в телевизионных и впечатных упоминали что это как бы ну про ваш вы меня Расскажите, не сколько про фильм, сколько про ту историю, которая заставляет вас... Она очень простая. У меня мама директор школы. Так. Была? Была, была. Сейчас она уже на пенсии. И, конечно же, это вызвало... Это что вызвало? Ну, ее должность. Я училась в ее школе, под ее управлением. Безусловно, я для других детей была блатной девочкой, директорской дочкой. И, конечно же, вырывали мои тетрадки, проверять, мне поставили нужную оценку или нет, или мне что-то там наприбавили, при том, что я достаточно легко и хорошо всегда училась, потому что у меня очень хорошие гены, у меня дед математик, мама физик, мне особо даже не приходилось прикладывать усилия к этому. Но, тем не менее, это вызывало такое какое-то... Ну, для меня излишнее внимание ко мне. Мне иногда во втором, по-моему, классе или третьем устраивали бойкоты, бойкотировали меня каким-то образом. И я даже помню эту ситуацию, что вот школа, там группа людей, вот этих вот моих одноклассников, а я вот одна стою, смотрю на них, и мне, я помню на протяжении всей школы, снился сон, как я выхожу из школы, делаю пять ступенек, и на четвертой я падаю. И кровь из носа, ну, в общем, какая-то жесть. И я это все прошла, и я как бы, ну, действительно, там есть какие-то пересечения с фильмом. А фильм там, по-моему, это был дебют Арбакайта, да, Кристины Арбакайта? Да, да, и Никулин там играл. Который? Никулин. А, Никулина? Никулин. А, Никулин, как Юрий Никулин? Да, да, да. Да, 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 он играет ее дедушку. А, понятно. Дедушку, насколько я помню, да, да, да. Понятно. Хорошо, надо будет посмотреть. Теперь вы меня заинтриговали. Посмотрите, очень хорошо. А какой вашей фильмографии самый хороший фильм? У вас фильмография все-таки... Наверное, тот, который еще не снят. Ну, Женя, это достаточно банальный ответ все-таки из того, что уже снято. Чем вы гордитесь больше всего? Слушайте, ну, вот сейчас я там, ну, безусловно, географ «Глобус Пропил». Ну, да, да, последняя работа, да. Это последняя, Велиденский. Надо на самом деле сказать, что я пять или шесть лет не снималась, потому что я работала в такой дикой сцепке с Туминосом, Римус Владимирович Туминос. Ну, да, да. И выпускала одну за другой театральные премьеры, да. И как бы, ну, это был наш такой договор, что сейчас я учусь, а потом я уже буду там сниматься и каким-то образом это реализовываться дальше уже в кинематографе. И вот сейчас он меня отпустил. И сейчас я снимаюсь в трех проектов у Юрия Павловича Мороза, у Александра Кота и у Сергея Комарова. Это телевизионные фильмы, там, по 8, по 12 серий, а они все для Первого канала. И, собственно, вот сейчас уже осталось там 10 дней, и мы это все доснимем. Ну, вот, собственно, это такой промежуточный этап. Вот возвращаясь в театр, выбор театра Вахтангова, это ваш собственный был выбор или так сложилось просто? Я не могла сказать нет, потому что я понимала, что в тот момент, когда я пришла в этот театр, он был в не очень хорошем состоянии. Но меня позвал туда... Вы же к Ульянову пришли. Да, Михаил Александрович Ульянов пришел на мой спектакль и позвал меня в театр. И у нас было несколько с ним встреч прекраснейших, нежнейших, когда он мне говорил какие-то напутствия и какие-то слова по поводу меня, и по поводу творчества, искусства. И я пошла, пошла просто за ним, как за человеком, как за талантливым человеком, которого я боготворю. И так и осталось. А через два года туда пришел Туминус, и жизнь не изменилась. Еще лучше. Ну да, пришел, собственно, мой мастер, который, ну, впоследствии стал моим мастером, учителем, режиссером, с которым сделано... Это везение в творческой биографии? Я даже вопрос, к какому вопросу подвожу. Вообще фактор удачи и везения в вашем ремесле, насколько он значим? Очень значим. Очень значим, но мне кажется, что главное быть готовым, что этот шанс придет. Ну, то есть он может прийти, а ты такой, а, я вообще в туалете сижу. Ну, не знаю. То есть главное не прошлепать, да? Ну да, не прошлепать, а быть готовым быть в форме, актерской форме, эмоционально, физически. Ну, не знаю, как-то... И готовы внутренне это принять и сделать работу. Знаете, у меня что вот вызывает даже точное слово, наверное, раздражение, это будет неправильное слово, на какое-то недоумение, может быть, когда актрисы такие, как вы, получившие популярность, известно, за счет телевизионного сериала. Ну, такую вот узнаваемость, наверное, считаете нужным проговорить, что вообще это низкий жанр, что, в общем, вы и вы делаете телевидение. Ну, в вашем интервью это было, что вот на самом деле вы человек театра, вам нравится быть в театре, а вам просто нужны бы, мне нужны были деньги. Не-не-не, там на самом деле вот каждый раз, даже вчера я вот давала интервью, каждый раз меня как бы направляют в ту сторону, а я каждый раз говорю о том, что это была хорошая команда, я люблю... Вы продаешь молодежь, говорим. Да, продаешь молодежь, мы говорим. Я каждый раз говорю, что... А, так это просто считают нужным мои коллеги вас, чтобы подвести к этому. Так поворачиваю, что я, наоборот, защищаюсь. Не даром я употребил слово раздражение, теперь понятно, что какая команда должна быть адресована моим коллегам. Да, там была хорошая команда людей творческих, у которых я очень многому научилась. Эти люди знают о юморе все. Они... Это был безусловный взаимообмен, потому что они... Ну, у меня было актерское классическое образование, и они учились у меня этому, я у них юмору. А если этому можно... Юмору можно научиться? Да, вы знаете, там какие-то репризы, и все это просчитывается. Это есть... Ну, все равно в каждом искусстве есть определенная, там, да, структурированная основа. Все равно это на чем-то основано, ну, основано, там, да. И я не могу сказать, да, я заработала деньги, но я не могу сказать, что меня туда... Я туда пошла из-за денег. Ну, как-то, я вообще там, где творчество, где люди хорошие, где что-то мутится, где есть вот этот какой-то... Можно импровизировать, ну, не знаю, там мне хорошо. Мне нехорошо, если там 250 серий, и мы уже ненавидим друг друга, ненавидим работу, ненавидим то, что мы делаем, ненавидим зрителя. Ну, вот это вот все. Вот это не мое все. Нафиг. Вы, кстати, упомянули, что у вас математики-физики родители, а я знаю, что у вас, видите, еще есть и старший брат. Да. И из-за которого вас звали девочкой наоборот, потому что он был очень такой, как бы... Да, он был ужасно. Он был ужасный, но сейчас он не так ужасен, как... Он ужасно хороший. А, ужасно положительный такой, да? Да, он хорошо учился, он помогал маме. Он, ну, правда, он гладил белье, он заботился обо мне, он, ну, он встречался с правильными девушками. Ну, вот это ужасно было, скучно. Ну, а как, что значит было? На его фоне я была просто уродом каким-то, потому что я воровала яблоки, я залезала на деревья, я прыгала через дома. А, мне... То есть вот это полгода домашнего ареста за воровство, это было за воровство фруктов? Да. Не, не, солгала она. Честное слово, вот эти полгода я не помню уже за что, но я помню, что я там частенько получала. И спасибо, что получала. Ну, понятное дело, да, это, знаете, социально одобряемое заявление. От вас этого ждали, вы это сказали. Брата как зовут? Серёжа. А что он, чем он занимается, что он делает? Он, на самом деле, он является, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, лучшим кризис-менеджером Прибалтики. То есть он, собственно, занимается тем, что если компания какая-то в кризисе, он приходит туда, налаживает это всё, делает перестановки кадров, там, всё это, и для того, чтобы прибыль поднялась, и компания... Я понял, да, я знаю, что такое кризис-менеджер. А вы сказали, что он встречался с хорошими девочками, в результате у него какая-нибудь из этих хороших девочек стала супругой, да? Он женат, у него есть... А у вас есть племянники? Да, у меня есть племянница Александра. Так. Она знает, что её тётя звезда? Не люблю слово «звезда». У меня сразу какая-то... Вот, видите, вы же тоже правильные девочки. Мне сразу хочется срифмовать. Это очень любит роман «Виктёк», да? Да, да, да. Нет, я думаю, что она не знает. Ну, она как-то, может быть, догадывается, но мне кажется, нет ещё. Она не была в театре у меня. Брат встречался с хорошими девочками, и вы, если вы девочкой, наоборот, встречались с плохими мальчиками? Нет, мальчики у меня были всё хорошие. Тоже положительные? Ну, на самом деле, я из этого вышла возраст, из возраста вот этого девочки, наоборот. Я вышла уже где-то там в лет 15, поэтому, когда я начала встречаться, наконец, с мальчиками... Вы только в 15 начали встречаться? Я гораздо позже начала встречаться. А что вы говорите? Я же вам сказала, что я в 18 выглядела на 11. Ну, вы что? Так вы знаете, сколько любителей этого вы просто не нашли? Знаете, это попахило бы нарушением законодательства. Ну, да. А у вас есть мужской типаж? Вам какие-то определённые мужчины нравятся или нет? Нет, вообще... Ну, что для мужчины, вот главное в вашей системе координат, что вы цените? Какие мужские качества? Они, может, не обязательно вот именно мужскими, но вот... Вот ваш мужчина, опишите его. Я не текущего имею в виду, там, партнёра, а вот в принципе, как бы идеального. Ну, мне важно, чтобы... Это, на самом деле, ко всем мужчинам относится, там, да, дружу я с ними или... Ну, да-да-да, я это имею в виду, да. Это должен быть деятельный человек, который... Так, то есть лентяев вы не любите? Нет. Сиборитов, да? Нет. Кстати, больше всего в мужчине я не люблю обидчивость. Ага. За обидчивость вот просто сразу, если обиделся, сразу разворачиваюсь, ухожу. Сразу же, моментально, потому что это самый плохой показатель для мужчины. То есть это женское... Это женское прерогативо, оставьте её нам. Так. Что же, воруйте у нас. Женя обижает мужчин, подумала я про себя часто. Нет, обидчивых, да, но люблю деятельных, люблю, когда ответственный, что ли, с юмором. Ну, это, знаете, это такие банальные какие-то вещи, я... Ну, а какие-нибудь технические характеристики есть, я не знаю, брос там, масть? Если вот так вот поставить тех мужчин, ну, фотокарточки, которые у меня были, это такая разномаслица. Хотела бы я посмотреть на эту галерею, я думаю, что очень многие бы пожелали посмотреть. А вы из тех актрис, которые влюбляются в режиссёра, вам надо проникнуться при работе с режиссёром к нему вот каким-то эротическим чувствам? Для меня режиссёр это... Нет, это романтических чувств, вот нет, мне не надо романтических чувств. Испытывать к нему. Но для меня режиссёр это священное животное, которому я поклоняюсь, и мне очень важно найти с ним взаимопонимание. Я не спорю. Я... Ну, редко... Есть несколько режиссёров, там, например, мы спорили с Юрием Николаевичем Бутусовым. Но он провоцирует, он... Его стиль работы, собственно, заключается в том, чтобы ты спорил, чтобы ты злился, чтобы, ну, как бы снять вот эти все заслонки с тебя. А вообще я очень податливая, пластилин такой вот. Почему женщины редко становятся режиссёрами? Потому что у нас, вот сейчас скажу плюс мужчинам, потому что у нас так мозг устроен у мужчин и женщин, что мужчины видят полную картину, женщины в частности, конкретности, ну, если грубо. И, ну, никогда женщине своими мозгами не увидеть вот эту широту, объём, да, вот там спектакль или фильм, не объять это всё это пространство, да, и мысли. Ну, сейчас Кира Муратова у нас смотрит, думает, думает. Ну, безусловно, есть выдающиеся мои. Везде есть исключения. Я говорю о правиле. И я для себя даже перестала пытаться каким-то образом отстоять какой-то феноменальный мозг или способность к каким-то выдающимся выводам, потому что у меня по-другому всё устроено, и у меня другие задачи, как у женщины. Поэтому мне кажется, что у нас так много всяких занятий, которыми мы можем заниматься и в которых мы можем проявиться, что мне кажется, лучше оставаться в каких-то своих рамках. Я люблю, когда мужчины мужественны, а женщины женственны. И когда женщины иногда бывают глупые, а мужчины это с юмором понимают. Ну, как-то в этом есть милота, которая идёт испокон веков, и это хорошо. Не надо вот это унисекс, вот это фу. А, то есть вы приверженец таких традиций. То есть вы практически сейчас выступили против того, что называется европейскими ценностями. Да, я согласна. Но я ничего не имею против там, да, каких-то... Ну, конечно, сейчас иметь против, это сложно. Можно с профессией как-то расстаться. Насчёт соцсетей хотел узнать, потому что я только нашёл ВКонтакте, где последняя запись, по-моему, в одиннадцатом году. А я не бываю ВКонтакте, я там только музыку слушаю. Да, но это ваша, да, страничка? Она там вроде как... Наверное. Да? Ну, одна у меня там есть, да. А Фейсбук, Твиттер, Инстаграм? В Фейсбук я, да. Да? Я активный юзер Фейсбука. Для вас это инструмент или что? Зачем вы в Фейсбуке, вот так скажем? Каждый день спрашиваю себя, зачем я в Фейсбуке, когда сижу уже час в Фейсбуке, думаю, зачем я в Фейсбуке? Он вам когда-нибудь помог по профессии найти роль? Нет, нет, никогда бы. А вы там под своим именем? Да, я под своим именем, как же, да. Мне иногда нравится что-то выкладывать, какие-то свои размышления, какие-то свои заметки. Ну вот, да, я насчет писательства, я поэтому... Да, и иногда мне нравится просматривать, потому что у меня там больше тысячи друзей, но там сто из них очень интересные люди. И они иногда выкладывают то, что им интересно. И мне это становится тоже интересно. А так как я любопытный человек... Ну да. Да, мне там... Может быть, я даже не стала бы это изучать, а я наткнулась на это. Ну да. И зацепилась. То есть это, ну, такое какое-то любопытство. Хотя каждый день... Да, я читал, что вы что-то про Карибский кризис что-то прочитали и освоили. Это я тоже помню. Женя, мы переходим, да, вот к этой финальной части. Нет, на самом деле не все так страшно, как я вам сказал. Я просто предпочитаю приготовить к худшему, чтобы человек... Да? Да, потом... Я тут в уморок сразу. Знаете, как это присказки вывели козла, а потом, в общем, выясняется, что ничего страшного. Значит, как это выглядит? Вы выбираете хлепую фишку из этого мешочка, и такого цвета, как фишка, выбираете уже карточку. На карточке написано вопрос. Синяя. Синяя? Синяя – это не так страшно, да? Синяя – это наподумать. Это прямо для вас. Есть ли у вас конкретная цель в жизни? Ну да. Конкретных нет? Нет конкретных, отлично, да. Вполне ожидаемо. Странно было бы. А у вас есть? У меня нет, конечно. Белая? Так, это белая, это значит, это свободный вопрос. Вот, то есть я вам задам вопрос, я задам вопрос вам про вот это. Это что? Ну, это необычно. Это необычно. Да, мне нравится, что это. Это очень давно. И это картина. Так. Художник, знаменитый художник. Так, вспоминаем его. Не важно. Красное утро. Ну, то есть это какая-то уникальная вещь или это фабричное производство? Нет, это уникальное. Ну, вот как, собственно, и носитель всей вещи. Желтая. Да, видите, вы красная карточка воспоминала, потому что у нас всего три, поэтому мы и закончим. Неловкий вопрос. Вам случалось, будучи сильно пьяным, делать что-то ответственное, притворяться абсолютно трезвым? Расскажите, как это было. Значит, рассказываю. Я никогда не пью в театре, ну, перед спектаклями, на спектаклях, но у меня была очень маленькая роль в спектакле «Квартал Тортилья Флетт». И в какой-то момент я должна была сказать одну фразу, причем была очень драматическая сцена, и я должна была ее сказать. И в антракте мы с девочками, это было 8 марта, мы выпили шампанское. А выход на сцену – это адреналин. В общем, я испортила эту сцену драматическую, потому что я, а, не сказала фразу, б, я рассмеялась на всю сцену, и еще я не вовремя вышла, не вовремя пришла. Это было очень неловко, радостно, прекрасно. Спасибо, что не уволили. Я понял, что алкоголь с адреналином смешивать нельзя. Я поняла, что мне нельзя пить. Хорошо. Женя, я вам дарю эту книжку, она называется «24 кадра правды про женские истории». Ой, это моя история. Не вполне. Я считаю, что у вас на самом деле достаточно уникальная история. И я желаю вам, чтобы вот эта царапина сегодняшняя была самым большим горем вашей жизни. Договорились. Вот так вот, да. Хорошо, что вы помните. Спасибо, вы чудесные, Женя. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok